так здорово народ попросили мне тут что-то рассказать о том какие там мои любимые персонажи замка вернее даже не так если вообще персонажи которых я уважаю мордал кома как бы ну честно я немного странный вопрос учитывая что играю в эту игру hero тучу лет и по-любому есть какой-то персонаж который мне импонирует вот ну раз уже задали такой вопрос то принципе почему бы на него не ответить ну изначально как бы самый такой наверно первого из любимчиков у меня это саб-зира но это скорее больше не по геймплею там какому-то или еще чему-то херва даже знает почему вот у меня в была игра такая марта гомот мифология саб-зира ты наверное где-то по этой причине по причине именно такого более широкого раскрытия этого персонажа плюс каких-то таких приятных локаций из той игры там плюс не знаю куда приятной графики на тот момент вот то даже и сейчас там приятная графика в мифологии саб-зира плюс звуковые эффекты какие-то вот они отложили в памяти что ли какой-то такой приятный образ этого персонажа плюс его какие-то не знаю так или иначе универсальные способности заморозка до заморозил противника там или клон поставил он подошел ты вот спокойно подходишь и бьешь то есть это своего рода знаете как как какое-то читерство что ли в какой-то степени вот на фоне например другие персонажи особенно если взять допустим первый mortal kombat да но там был гарпун скорпиона и заморозка саб-зира это два таких читерских приема которые позволяли реально вот нести очень много здоровья потому что все остальные у них как правило если чем-то стреляют то это нанесло урон себе да и все а заморозка если заморозил всего подошел спокойно дал пизды ушел то же самое гарпун он его притянул спокойно дал пизды и он от тебя отошел поэтому как бы возможно даже где-то вот по этой причине скорпионы саб-зира это как и такие знаете основные лица основные такие главные герои этой игры несмотря на то что в принципе весь сюжет вертится вокруг шалкана и люкенга да там рейдена и так далее вот но тем не менее как бы основными лицами mortal kombat а являются именно скорпионы саб-зира вот и как бы два лагеря фанатов тоже делятся на то кому нравится скорпион кому нравится саб-зира поэтому саб-зира в принципе вот является моим любимым таким персонажем наверно топ-1 в независимости от игры конечно немножко неприятно то что сейчас его сделали кем-то уже клоуном каком сказать клоуном по костюмам ну как-то не знаю глупо это плюс такие вот кинжалы которые он делает из-за мороза куда-то бьет ну как-то не знаю это не его стиль вообще-то уже далеко не mortal kombat пошел тоже какая-то куда цирк не знаю конечно молодняк сейчас не поймет меня молодняк то что там родились тогда когда армагеддон вышел да собственно сравнивать не с чем у многих первая игра была это либо против 10 универс либо против этих либо mortal kombat 9 конечно для них сейчас это является чем-то каким-то каноном бы поэтому от саб-зира мой любимый ладно затем если брать вот даже внимание скорпиона то он у меня был тоже любимчиком свое время особенно mortal kombat 4 я считаю mortal kombat 4 скорпион самый классный по внешнему виду и самый классный по спецспособностям нет вот этих глупых подкатов его который вообще ему и нахер не нужны нет этих мечей тупых которые тоже кому не нахер всрались вот и спецприемов у него там телепорт захват воздухе гарпун и рыгание огнем вполне нормально вполне классно и не считает очень клёвый персонаж так что так вот но опять же он у меня не является любимчиком это скорее исключение mortal kombat 4 вот так же mortal kombat 4 мне нравится джонни кейдж реально классно сделан прикольные звуковые эффекты у него прикольный внешний вид концовка у него такая тоже юморная вот но опять же это исключительно в этой игре затем из моих вот действительно таких и даже желаемых персонажей увидеть в игре это фуджин вот которого многие называют как бы вторым кун лао из-за его многих схожих спецприемов но знаете если так вот посмотреть более отрезво на все это да то фуджина как бы эти спецприемы более обоснованные чем у кун лао потому что какого хрена допустим кун лао телепортируется до обычный шаолинский монах или какого хрена кун лао в воздухе находится и тут же начинает лететь с ногой вперед то есть это абсолютно ничем не обусловлено другое дело фуджин который управляет ветром он может спокойно с воздуха взять и полететь любую сторону в том числе и с ногой также вот он бог ветра и как бы здесь она реально обоснованно плюс ко всему фуджи не умеетелепортироваться вот ну и вообще как бы фуджи это наверное самый универсальный вернее не универсальный самый уникальный боец потому что нет больше ни одного другого персонажа который управлял бы ветром поэтому фуджин является таким знаете одним из самых самых классных самых редких самых уникальных персонажей вот затем мне нравится куанчи вот но опять же тот который он сейчас делается это говно мне нравится куанчи оригинальный который был mortal komba 4 по внешнему виду это вообще просто идеальный куанчи по спецприемам самый лучший куанчи в мифологии саб-зиро в сериале mortal komba conquest куанчи тоже охуенно выглядит вот именно такая внешность куанчи она классная но что касается в дальнейших его это появление это честно куда говно как будто кота дистрофик не знаю лысый какой-то пришел там из подворотни весь наколотый какими-то татухами какой-то зэк знаете вышел из тюрьмы да вот у него весь шмот отобрали он там начинает что-то козни какие-то строить вот не внушает никакого не ужаса недоверия никакого такого дрепета в отличие от оригинального куанчи но затем не рейка нравится хотя это как бы является таким больше клуном нубсайбота да но хотя клун нубсайбота там по сути только в одном это в телепорте все все остальное у рейка уникальное от внешнего вида до его остальных спецприемов до фаталити вот у него сюрикены которые он кидает да у него есть это телепорт но телепорт между прочим необходимо не просто его дед вниз вверх да как он поднял и ударил надо еще нажать блок и вместо блока ты можешь нажать любой удар чего нет у нубсайбота плюс у рейка есть телепорт такой в 3d плоскости который за спину телепортируется по-другому вот у него есть удары ноги акробатические то есть много чего из него интересного вот плюс если взять еще mortal kombat armageddon где рейка уже был более скажем так личностным персонажем а не просто копии нубсайбота то там у него появились и другие спецприемы и это стал такой знаете полу шалкан полу какой-то не знаю нубсайбот что ли реально очень классный персонаж вот затем мне нравится таня но наверно только в рамках mortal kombat 4 мне нравится кай тоже но скорее как исключение просто если например взять mortal kombat x то есть да я бы предпочел увидеть лучше кая чем какого-то там кунь бздыня или кто он там потому что кай уже в принципе был как шаолинский монах тоже третий его можно было бы вполне логично ввести в сюжет mortal kombat x но они предпочли его забыть неизвестно почему вот хотя у него тоже есть уникальные приемы это его стойки на руках это его там диагональные выпады в общем есть различные у него приколы и плюс он этим огнем кидает там вверх вниз при этом если он кидает его вниз что он с под противника пол появляется то он сам вверх поднимается то есть это довольно-таки интересная опция для того чтобы в зоне не быть например то есть он поднялся так воздух да по те стреляют так поднялся снизу ударил по противнику его при этом поднимает выводит на комбу понимаете то есть довольно таки интересный геймплей был бы вот но разрабам видимо проще сделать очередного джакса или очередную соню чем заморачиваться над чем-то более интересным и креативным вот затем из персонажей мне нравится хотару не знаю почему я никогда не играл но мне почему-то компонирует его внешний вид какие-то непонятные два флага сзади необычно смотрятся кто его выше делают его лицо приятное такое чем-то даже где-то рейдена и фуджина напоминает ну как то так мне в принципе джерек нравится хотя это копия кана но нечто там больше чем кана нравится но мне нравится и кана но кана мне нравится лишь в рамках mortal kombat 9 вот а джерек мне был бы интересен во всех играх вот тремор мне тоже нравится как бы ну опять же да вот плохо что они стали появляться такие персонажи как таня тремор в mortal kombat x это вообще игра халтурная как и уже mortal kombat 11 следующий вот если бы они подобавляли их mortal kombat 9 вот mortal kombat 9 кстати на playstation вита есть тоже тремор конечно нет там удары от смоука но как бы знаете там полусмок полуджакс такое что-то не очень смотрится если бы они вот в рамках mortal kombat 9 добавили бы тремора было бы реально классно потому что mortal kombat 9 несмотря на весь его дисбаланс там более-менее игра еще хотя бы относится к mortal kombat вот ну и там действительно интересный геймплей вот в дальнейшем как бы какие мне еще нравится персами нравится он на га я бы с удовольствием этого персонажа посмотрел я посмотрел бы как бы они его реализовали в нормальном геймплее не то что него два удара только три он абсолютно неповоротливый вот интересный персонаж и было бы интересно посмотреть вот мне мотара нравится но опять же да мотара мы видели всего один раз нормально вот это еще тогда когда многие даже еще не родились а я вообще был малым пиздюком так что но если я еще даже был малым это уже говорить о вас а мной которым сейчас лет 18 там так далее ну то есть вы мотара вообще не застали а то что его сделали в армагеддоне но это как можно даже во внимание не брать вот мне шива нравится такой необычный персонаж тоже своего рода где-то уникальный потому что таких как она всего 3 это гору кентаро шива вот плюс шива это единственный легальный персонаж четырех руки который можно было играть поэтому это где-то является уникальным тоже персонажем и поэтому мне он нравится нравится барака но опять же в рамках mortal kombat 9 хотя mortal kombat 2 он тоже вроде неплохо смотрится но он то особо больше нигде не появлялся mortal kombat 2 mortal kombat 9 армагеддон все но потом он да появился там mortal kombat 11 но это уже не барака а это игра от mortal kombat 11 вообще не воспринимаю x тоже для меня вот mortal kombat умер после девятой части все для меня больше не существует не знаю смогли они его реабилитировать но что-то я очень в этом сомневаюсь учитывая что они добавляют туда всякое дерьмо скорее всего mortal kombat уже будет лишь на бумажке и то в виде названия вот затем какие еще мне персонажи нравятся ну пса и батт мне нравится конечно же это понятно что да он такой темный он черный он интересный в то же время мне нравится хавик тоже но опять же я не играл мне он нравится просто по внешности мне нравится ассасины куанчи это киаджатака сарина мне нравится также джейд сейчас одну минутку ну опять же мне нравится джейд исключительно по внешности вот по геймплею мне ну есть и есть вот потом мне нравится молох драхмин тоже это два таких типа которые в принципе могли бы сделать игру интересную вот рейден мне нравится то понятное дело вот затем блин так просто из их персонажей особо не вспомнить мне кажется было реально проще вспомнить кто мне не нравится при нахто еще таки отжатака сарина вспомнил до кванчи спула шинок вот точно шинок но опять же из шинока сделали какое-то говно давайте будем как бы откровенно это из шинока сделали дерьмо это факт самый нормальный шинок который был это mortal kombat мифология саб-зира и то как бы там за него нельзя было поиграть но тем не менее эд бун прислушался к моему совету который я ему дал еще на выходе mortal kombat x я ему написал как-то в китере я говорю пускай шинок блять будет наконец-таки нормальным персонажем это еще кстати до того как его анонсировали я верил что будет шинок потому что это да в принципе верил что mortal kombat x это будет как mortal kombat 4 перезапуск вот я подавал надежды и как бы я даже думал его купить на самом деле хорошо что не предзаказал иначе я реально охуел вот но они конечно обосрали полностью весь ростер тогда еще на момент выхода когда они анонсировали первых четырех персонажей там были вот эти фератор это был просто пиздец тем менее все равно как это вера оставалась на фератора оставалась вера до вера тор блять в общем была надежда что будет еще нормальный mortal kombat и я вот туда помню написал бу ну типа пусть шинок будет таким как мифологии саб-зира и где-то он реально прислушался к этому шинок стал действительно мощным персонажем и из мифологии было взято то что он превращается потом в демона вот поэтому mortal kombat x он является таким знаете на втором месте где-то по крутости после mortal kombat мифологии вот но мне в принципе шинок нравится вот затем кто мне еще нравится да давайте так вот вспоминать рейден мне в принципе гранд мастер линку и нравится ну учитывая что его нигде не было то это больше наверно внешний вид симпатичный ну вот кого бы еще взять ну если взять например по внешности то мне кажется многие таких персонажей даже не спорят а ворпакс из mortal kombat конкурс там такая шаловенка была ну не не хилая такая вечно думал что шансунг его нахуй насадят затем рептилия в принципе неплохой такой тоже уникальный персонаж вот с уникальными приемами рептилии неплохой ящер скажем так да ну и по моему все хавик молох драхмин вроде назвал а так вроде как больше не вспомнил уже я и так тут сижу сейчас вспоминаю уже на ходу хотя странно что и шинока так тяжело вспомнил считывая что персонаж мне реально импонирует вот как бы ну хер его знаю знаете кого еще можно здесь но так уже даже не вспомню ладно наверное тогда на этом закончим потому что реально я сейчас сижу думаю вспоминаю какие еще персонажи есть не знаю может если кого-то я пропустил то как бы это не особо то и важно да потому что в принципе думаю люди которые задаются вопросом нравится мне ли мне вообще какие-то персонажи получили уже довольно таки обширный список разных героев до которые уже явно опровергают тот факт что мне вообще никто не нравится если конечно из баб чисто взять да ну как бы я помещу на не тару посмотрел вампирша такая была чисто знаете бабьёхи как бы они всегда были такие сексуальные это вот уже последние две игры какое-то дерьмо стали делать вот а так в целом сиськи всегда были видны сиськи жопы как бы нормально можно было погонять вот так что нормально нормально лимэй там тоже такая пиздатая шаловенка анаги вот в общем такая херня спасибо вам за просмотр ставьте лайки дизлайки там подписывайтесь на канал и до скорых встреч всем пока